В последний раз шум строительных работ на Пасечной 30 слышали 5 лет назад. Тогда жизнь в этом многоэтажном доме буквально остановилась. Застройщик бросил пустую коробку, недостроенное здание без коммуникаций. Теперь уже другая компания возвращает дом к жизни. Новый застройщик зашел на объект чуть больше месяца назад. Мы своими силами и за свой счет решили провести наружные сети, сделать разводку внутридомовых инженерных систем. И большое внимание уделяем мероприятиям по пожарной безопасности. Здание досталось подрядчику не в лучшем виде. Было готово всего на 70%, но сделано некачественно. Сейчас рабочие ремонтируют фасад, кровлю, ставят окна и двери. Началась и установка лифтов. Впереди большая работа из глобального монтаж газовой котельной. Дальше косметический ремонт внутренних помещений. Закончить планируют к концу года, чего с нетерпением ждут 139 семей. Надежда на завтра появилась и у дольщиков переулка Теневой. Новый инвестор достроит три дома. Из них монолитные работы завершены только в одном. В этом здании, например, не хватает сразу 14 этажей. Во всех нет ни окон, ни дверей, ни коммуникации. Принято решение о восстановлении данного объекта. Получено разрешение на строительство на сегодняшний день. Согласно этого разрешения составлен график производства работ. И наша компания ведет подготовительную работу, исходя из графика производства работ. Дома в переулке Теневой в списке долгостроев уже больше 10 лет. Заветных квадратных метров ждут порядка 250 обманутых дольщиков. Ключи от своих квартир они теперь уже точно получат через два года. Всего же в Сочи в реестре долгостроев, который сформировали в начале прошлого года, было 28 проблемных домов. В 2018-м из него исключили 9 объектов. В этом году печальный список покинут еще 4. Но в Сочи остаются недострои, вопрос по которым решить крайне сложно. Очень сложно сказать по следующим объектам. Это ЖК «Фазотрон» улица Волжская, 22. И застройщика «Пруидзе» Анзора Зурабьевича. И второй его же объект – это на улице Просвещения в Адлере, ЖК «Горизонт». Значит, сложные, очень сложные ситуации, обусловленные тем, что вся нормативная мера, которая сейчас принимается федеральным, краевым и законодательным органам, направлена на оказание помощи гражданам, которые покупали квартиры, вносили деньги на строительство многоквартирных жилых домов. А указанные объекты относятся к апарт-отелям, коммерческой недвижимости, на которые все нормы действующего законодательства оказания помощи, к сожалению, не распространяются. В апартаменты в этих домах вложились почти 4 тысячи человек. Но администрация Сочи продолжает активный поиск инвесторов для всех проблемных многоэтажек. Работа продолжится до тех пор, пока каждый из обманутых дольщиков не поменяет свой статус на счастливого обладателя ключей от жилья на побережье. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.